авось привыкнешь не привыкнешь google стайкеров может какой-нибудь стан и мун может быть привет youtube товарищ лес морг будем ли мы от вас делать заново я хочу скипнуть планетарный квест про постройку города он такой душный честно говоря заводы делать раз вы читали читали делали делали я вот скипнул час можно прям прилететь же и сказать что я не буду его делать слабый лес морг да это будет долго так стой пару вопросов вам сказать вернуться в кабинет так ничего уйти в отставку газ провален а подожди и заново его начал выхожу да 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 кабинет заняться делом и в отставку вас провален меня явно там не любят теперь да у масса с масса саурс давай записи так посмотри что он здесь есть за этим модули а теперь смотреть где у нас враждебная система можно выполнить за отказ от заданий очень сильно падает репутация микромодуль не хватает а хотелось бы а нам торговать уже не не стоит и вправду можно доминаторов пострелять давно этим не занимались вот например что тут нас происходит причем должен и пайра атмос тех тф2 да можно потом все что угодно можете или даже этот десматч на тгшке есть которая админская загружаемая карта гейте что там все тф2 классы сделаны так что у нас здесь происходит это хочу взять а где у нас доминатора то кого то наверно край системы выкинули опа вот они у нас ну такое себе удовольствие конечно можем попробовать побороться побороться давайте сэвнемся можно же купить маячок или выбить из черных дырок и забавить доминатор в систему они побегают захватить систем добьешь доминатора не знаю я беспростро так играю сейчас все ракетницы потратим так но эти умрут за два хода скорее всего мелкие а далеко улетел полос всем освобождают смотри а эти блин так они взрываются чат они взрываются вот эти мелкие как мне его замансить то никак издалека расстреливать не давать подходить ладно допустим ракет на слово захват не хватит будем надеяться кто то еще прилетит вот кто то еще прилетел ну прыгнем в систему перезарядимся не давать ракету наверное лицом просто танчатся 70 урон не так страшно вот эта хрень выпускает их в большом количестве эээээ на самом деле улетаем нам на самом деле не хватит ракет стал от полетели в идеале что военная база заанонсила захват системы так не поймешь и не нравится что здесь показывает что идет борьба в системе когда там один корабль случайно залетел и пытается уйти оттуда показываете потом идет схват насколько мы там постреляли на 2000 не страшно так нас есть что скинуть в принципе нет любить забирайте не буду больше торговать вас корабль не позволяет спецзадание наслышанные о смекалке хотим передать все вам плане тепло сейчас проходит финал гипергалактического чемпионата по гипер прыгающим плазма шашкам плазма шашкам это мы любим можно их поджечь то потруднее куда я дема вроде легкий хвост я дема полетели а где система освобождает классный цвет люблю фиолетовый квестик сохранится может произвести мемы может быть рандомный босс типа тирона ирон прилетает и келлера обычно только видел прибыв на планету половать вы сразу же пошли в ее спортивный центр здравствуйте дорогой из морг поискала приятный усат или как карта вещей когда но вас ждем мы по информированы о несчастье случившемся с вашей командой и выражаем глубочайшие соболезнования понятие лето мая сожалению ваша команда успела набрать приличное количество очков а к счастью команда планеты полосе повела недавно финальный матч теперь вам надо набить два очка чтобы выиграть чемпионат сможете их получить если хорошо поведете завтрашний матч а пока вы можете идти в гостиницу и отдохнуть перед иглой казала мусач и уселся обратно свое кресло до пришли в среднего качества гостиницу заполнился них необходимые анкеты был уже вечер что вы будете делать и спать утром в чем игра заключается наверное было почитать сглаз вы телесморка обрался вам усатый человек оказавшийся председателем жюри а мы вас уже ждем пойдете на пойдемте на поле боя вас провели просторную комнату посреди нее стоял стол с фигурной доской и стул за стеклянной перегородкой столпили журналисты автоматические камеры доска показалась вам очень простой для финальной игры всего-то семь клеток расположенных в ряд вряд ли здесь может быть что-то сложное во всяком случае ожидали чего-нибудь похитро умнее правда ходов на игру давалось всего 15 дальняя для команды планеты летома игра которая определить чемпионат мира начинается провозгласил комментатор и так пора делать первый ход какой шашкой вы сходите тот который планет сидит на месте киллер черный дыр кто-то сюда прикатирован рано вам по своим систем то если это летает а через 6 чуть через две клетки могу да если схожу сюда опять почти какое хожу у шашка клетка б 1 2 3 подожди мысли 3 они на разные есть черные здесь белые почему мне дается странный выбор на три шашки получается да допустим выхожу третий первой простите как это работает не нужно их поменять местами правильно а и думаю против играю черный нужно верно белую вниз 4 5 мой теперь понял так на сказал просто поменять их местами спать так чем мы начинаем я через две могу ходить 2 5 не могу понял понял принял не глупый не сморг наверное лес морг значит ходим 3 5 4 6 6 7 5 так тут небольшая ошибка да 4 2 2 3 3 1 неправильно все опять это 4 а 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 5 5 6 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 относится к космическим и что я не знаю просто это классика который играл хочу переиграть чат не знаю как тем как это сделать это сложно вроде все делаю по максимально эффективному пути но не выходит 5 и 3 1 это сто процентов а дальше как чтобы было нормально раем 4 не лошади ходи видимо 3 5 классик так а если нам а четвертое 5 нехорошо мою поставим не все лишь не ход один делаешь это все 5 4 нет я его не прохождение нужно 10 всего лишь один здесь нет логики но здесь нет как не сказать закономерности по которой ты выигрыш здесь всего лишь один паттерн по которому это выигрывается я не могу его понять паттерн по которым получается внутри 5 и 6 первые ходы это понятно 4 1 5 7 6 4 просто в два ночи мозги не соображают так 3 пойдем теперь 5 4 да у тебя притык ходов я притык ходов ходы закончились да вы что сморк на оповесил у всех комментатор звери в стене вышла жюри склонилась на столом через пару минут председать жюри огласил вердикт рейнджер лес морг команда планеты летомая выигрывает от чемпионат после торжественной черемонии вам вручили букет стоп и дорогой кубик ведь на планете летомая вас ждет ждет и награда с разной мысли вы вернулись в космопорт короткострим же правда то есть пол 6 час как короткого стрима каким микрофоном пользуешь как ты его настраивалась не секрет особо не настраиваю только шумоподавление поставил по загуглил загуглил микрофон и шумоподавление и все особо усиление шумоподавления это для каждого микрофона все это по-разному то есть я даже его я там особо не разбираюсь точнее в этом ни черта не разбираюсь сделал как сказали она работает возможно этот микрофон может еще лучше говорить а микрофон у меня диана свойства нет стройки вывод аудио а боже дискорд напомни найду недорогой так деньги спецзадарь глубоко уважаемый рейнджер лес морг правительство нашей планеты получила предложение прислать своего участника на межгалактический чемпионат по сражениям на боевых роботах проходящий на планете гаудат система тарон вот это уже интереснее отказ от этого предположения для нас крайне нежелательно по дипломатическим соображениям но и соревнования очень опасно гибель участника там совершенно нормальное явление да мы не можем себе позволить рисковать жизнь своих граждан понятно победа в этом же турнире весьма почетно так папку и зеркалец нормально чат чату не понравилось когда я сделал так с тема тарон полетели куча кредитов и даже не знаю что нам новое купить тарон за один даже прыжок не сможем должен успеть папку на месте портрет или сморка но если бы оно статичное было то да так донёс так а попроб можно делать да второн давно не были на родине из сморков бомбаем воюем победил кстати у нас там дроны же где-то простаивают наверно да простаивает в бакхаре так побить на ли начинаем хвостик Ну, проснулся. Прибыв на планету Арнари Гаудат, вы без труда нашли арккомитет чемпионата. Добро пожаловать на чемпионат по сражениям на боевых роботах, батлмехах, сказали вам в арккомитете. Мы уже не ждали представителя с планеты Литамая, но раз уж вы прибыли, ознакомьтесь с регламентом чемпионата. Для того, чтобы получить главный приз чемпионата, вы должны победить трех противников, которые вам определила жеребьевка. Жакло Кагда, Галец, Дзен Кочан, Кваянин, Стальной Сильвестр, Человек. Стальной Сильвестр. В каком порядке вы будете с ним сражаться, ваше личное дело, но каждый бой отводится один день. Сегодня для боев уже поздно, начнете завтра с утра. Пока же вы можете ознакомиться с правилами проведения боев. Учтите, что ваше распоряжение будет выдан стандартный батлмех в базовой комплектации. Однако в наших мастерских вы можете за небольшую плату установить дополнительное оборудование. Пока свободно, до завтра. Трайло боя. Три типа оружия. Бластер. Самое слабое оружие, но при этом очень точное. Невозможно увернуться. Для защиты еще силовой щит. Ракетная установка. Стреляет с долбами по трейлокам ракеты. Ракеты, они неуправляемые, но если они попадут в цель, могут носить большой урон. Точно, если ракета составляет желать лучшего. Три попадают. Противники нечасто. К тому же можно легко и вовсе уйти противорагентным маневром. Торпедный аппарат стреляет самонавидящимися торпедами. Пара полюбивых попаданий в цель от пред вполне может оказаться смертельной. К сожалению, система самонавидения может быть сбита с курса генератора помех. В каждом раунде противники по разу оттукают друг друга. Бла-бла. Две раунды. Понятно. Или нет. Бой продолжает до уничтожения. В роботе можно запоместить 10 комплектов боеприпасов. Принем 2 заряда для бластера, 2 комплекта ракет, 2 торпеды. Стоит стандартный набор, выдаваемый сразу. Остальные 4 комплекта загружаются на смотрение участника. Патибар. Бар как бар. Вы, наверное, за всю жизнь видели тысячи таких же. Публика немоногочисленная. И лишь только некоторые персонажи способны привлечь ваше внимание. Например, шумная компания фанатов в центре бара. Или гигантский малок, сидящий за столиком в дальнем углу. Он смертельно пьян, но кажется все еще в состоянии разговаривать. Как известно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И может он скажет что-нибудь интересное. В барной стойке сидит одинокий пеленг. Судя по его проидошерской роже, он явно зарабатывает себя на жизнь игрой на тотализаторе и наверняка и метка неофициальную информацию об участниках чемпионата. Пеленг. Так, Пеленг тоже обратил на вас внимание, и как только вы подошли, спросил у мерзкого хмыльного жителя. Вы, насколько мне известно, знаменитый рейнджер Лесморг. Садитесь у меня к вам разговор. Я всего лишь игрок, кранчиво сказал Пеленг, когда вы сели напротив. Мои дела сейчас не в лучшем положении, но я много знаю и готов за небольшую плату, около 100 кредитов, поделиться с вами инсайдерской информацией об одном из ваших будущих противников. Расскажи. А. Я же, я не дочитал фразу. Вот так вот читать по диагонали. Торпеды. Торпеды. Бластер, бластер. Окей. С остальным, так, с кем мы будем? Ммм. Дзенка Чану. Пока вы готовились к выгоду на арену, ваш любимец... А, любимец публики Дзенка Чан демонстрирует вам зрителям чудеса техники управления батлмехом. Ну что ж, посмотрим, как весь этот кардабалет поможет ему в реальном бою. Понеслась. Я думаю, он будет могу ворачиваться. Пытаться. Поэтому мы будем стрелять из бластера. Помеха торпеды, конечно, полезна. Бластер тоже гротно-оружная, противнику не забывайте. То есть, камень, ножницы, бумага, это понимаем. Чем он будет стрелять? Силовой щит ставим. Силовой щит у суперсонатора сделал атаку бластера. Пустить торпеду. Противоракетные маневры противника был безупречен, торпеда настигла. Окей. Генератор помех. Тайс отклонить лучшего вражеского бластера генератором помеха, затея безумная. Бластер. Бластером добьем. Силовой щит. Слышка преподания луча бластера в силовом поле заставила вас зажмуриться. Кто после зато поле поглотил всю энергию заряда, и машина не получила никаких повреждений. Бластер. Рип босса. Победа. Легчайшая. За мастерские то, что осталось от батл меха, вы покинули стадион. Следующий бой будет только завтра. А пока можете отдохнуть и расслабиться. Однако, прежде всего, желательно зайти в мастерские. Может, там смогут улучшить тот план, который вам завтра пристает задраться. А потом стоит сходить в бар, попробовать добыть какую-нибудь информацию о будущих соперниках. Мастерские. А, я за свои кровные их буду улучшать. Мне даже не дают никакой суммы на квест. Ну, ладно. Так. Кучность ракет. Потому что мы сейчас драли всем, явно, кто... Хотя, подожди. Кто к бластеру был, да? Уйдзвим. В последующем можно ракетами пострелять. На кого орать надо? На Егорыч. Не на кого орать, Егорыч. Что-то напомнил. Что-то напомнил. Пойти в бар. С Малаком давайте пообщаемся. Когда вы приблизились, Малак с трудом поднял голову. Посмотрел на вас мутным взором и промочал. Че приперся? Садись, наливай. Всядка сидит, это выпивка. Ты, я смотрю, реальный пацан. Не то, что это гайльская сволочь, Жак Лака Агдам. Представляешь, отмерзается, умеет победить меня. Ты понимаешь, меня. Чемпиона вселенной среди Малаков. У нас тут новый Малак чемпион. Ты еще самым гнусным и коварным способом. Расскажи мне, как он победил тебя. Я клянусь честью, я отомщу. Я же на Малак возмущился. Ты кто-то вообще такой? Чтобы тебя тут плакал с жилеткой. Убирайся, придурок, пока я не встал. Потому что если я встану, то ты ляжешь. Решив, что связь с этим громил я себе дороже. Тем более перед ответственным соревнованием быстро ретировались. Минус 50 кредитов. Окей, тогда у нас ракеты так-то, да? Давайте зарядим 5 штук ракет и ластер. Со Сильвестром, стальным. Вид отделанно под габазавра баталмех остального Сильвестера. Приводил противника, если не в шок, то по крайней мере в трепет. Жизрители бурно приветствовали его появление на арене. А вот ваш выход сопровождался прочим гробовым молчанием. Похоже, что в вашу победу здесь никто особенно не верит. Однако, когда лицо Сильвестера показалось на огромном стаде мониторе над трибунами, вам показалось, что в его глазах скрывается какая-то неуверенность. Понеслась. Ракетный залп. Иринатор помех еще никого не защитил от ракетного залпа. Таблощетчика, попавших в ракет, показал цифру 2. Противоракетный маневр уйти. Таким маневром бластеров не увернуться. Понятно. Еще ракеты. Залп. Еще две. Готов. Силовый щит. Торпедам силовый щит не помеха. Упс. Залп. Секунда взрыва. Камера успела передать на огромный монитор. Перекошенное лицо вошел в противник. Лихорадочного терзающего тумблер включения системы помех. Таблощетчика попавших в ракет показал цифру 3. Риббоза. Покинули стадион. Ну теперь в баре. Ак, с Малахом уже не поговорите, с Пеленгом. Ну ладно, фанаты. Глядя на веселую фанатскую компанию. Вы так и не смогли понять, чем же фанаты... Чеми же фанатами и не являются. Можно, конечно, попробовать влезть в разговор на удачу, если поведет, то выяснить в процессе разговора. А можно пристроиться к стоящему рядом игральному автомату и прислушиваться к разговору, не привыкаясь к особому вниманию. Просить в автоматы прислушиваться. А, про Зенкаччана. Мы с ним уже поиграли. Как понимаю, каждый из этих в баре что-то про одного из противников рассказывает. Как вы играли, по серио-визору, установленному в баре, показали интервью с Зенкачаном. Видео или его лицо на экране, фанаты разразились руганье громким свистом. Баран спешил переключить канал, пока фанаты не начали боянуть. Знакомься с компанией поближе. Решив, что лучший способ познакомиться, совместная выпивка, вы заказали в баре стакан своего любимого пойла, подошли к фанамам и произнесли тост. А, понял, вот оно что. Так, за Сильвестра, наверное. Все и потому, что фанаты пришли в неописуемую ярость, чуть набили вам морду, вы явно сморозили что-то не то. Или вы, вырвавшись из лапанатов, вы сочли за улучшение, немедленно уйти и лечь спать. Окей. Ракеты. 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 Бластер. Жакло. Кагдам. Мне кажется, он по нам будет стрелять ракетами. Так, против ваш великий и ужасный Жаклока Агдам, трибуны замерли в ожидании схватки. Огромные мониторы над трибунами показали крупным планом суровое и решительное лицо вашего противника. Собравшись и мысленно пожелав себе удачи, вы положили руки на рычаги управления. Противоракетный маневр. Торпеда. Не вышло. Сколько? 40 урона. А как тебе мой ракетный залп? Как обычно, противник играет, что вернулся из всех ракет. Генератор помех. Торпеда взорвалась неподалеку, так что только... Как читать? Как? В этих словах есть буквы? Так, что только несколько осколков долетели до машины. Торпеда. Генератор помех успешно отклонил торпеду с курса, но несколько осколков зацепили. Генератор помех. От бластера не спас. Чат. Тут только из ракет его расстреливать. Успешно заложил противоракетный майор. Увы, ваши ракеты прошли мимо. Противоракетный залп. Да, ракеты по нему вообще не проходят. Словой щит. Говорю, мама не включает силовое поле, когда у вас лезет ракеты. Мама была абсолютно права. Вспышки взрыва высала последним, что вы успели увидеть. Да, бластера получаются этих двух, а того ракетами. Знакомцы с правилами. Мастерские. Что я установил? Я думал, все можно поставить. Пойти спать. Так. Окей, бластер. Бластер. Ракета, ракета. Торпеды что-то поставил. Вон, давайте Сильвестр. Понеслась. Чем он стрелял по нам, Сильвестр? Словой щит. Торпедами он стрелял. Ракетный залп. Две. Генератор помех. Ракетный генератор не помеха. А как жить-то, простите? Надо сейчас увернуться, либо смерть. Противоракетный маневр. Успех. И ему ракета засовываем. Не засунули. Противоракетный маневр. Смерть. Здесь могла пригодиться теория игры. На. Здорово, Кетч. На ком справа? Мастерские. Лазерный усилитель давайте. Да, рейнджеров. Часик поиграем. Пойти спать. Далее. Загрузить бластер. 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 Торпеду. Дзеном. Словой щит. Торпедами не помех. Понятно. Огонь с бластера. Удача на стороне. Словой щит. Торпедами стреляй. Да что ты будешь делать? Уже не стрелял торпедами первый раз. Огонь с бластера. Окей. Генератор помех. Как на то я все прошел. Последний раунд был забавный. Когда мы нам порозди в культа повзрывали. Такой рандом. Такой рандом. Нравится мастерский. Наведение ракет. Спать. Бластер. Бластер. Ракета. Ракета. Дзенка Чан. Генератор помех. Это были ракеты. Огонь с бластера. Противоракетный маневр. Все ракеты мимо. Огонь с бластером. Щит поставил. Ну он ракетой его снова стреляет значит да? Пьянин. Огонь. Хорошо. Противоракетный маневр. Это бластер был. Как же мало бластера носит. Мой. Противоракетный маневр. Хорошо. Ракетный залп. Ракеты мимо. Противоракетный маневр. Торпеда. Угу. Готово. Так. Чем мы там? Ракетами я Сильвестра били, да? Мастерские. Пать. Так. Ракеты. Торпеды. Ракеты. Торпеды. Сильвестра. Понеслась. Гератор помех. От бластера не спас. Прекрасно. Ракетный залп. Противоракетный маневр. Ракетный залп. Гератор помех. Здесь. Они даже. Понимаете, если бы 80% времени они делали какую-то свою одну штуку. Здесь они просто рандомно каждый раз. Это камень-ножистя бумага, но они наносят тебе больше урона. Чем ты им. Так. Бластер. Бластер. Торпеда, торпеда. Дженка Чан. Противоракетный маневр. Без рюкзак бластера. Понятно. И он бластером чуть сильнее бил. Щит. А он по мне три ракеты просто засовывает. А бомб за кубанки? Да, та самая аркада. Бластер. Противоракетный маневр. Ушли. Давай, добей его, пожалуйста. Добили. Прекрасно. Бить бластера и... Блин. А от этого торпеды нужно делать, да? Сильвестером. И ракет идти спать. Ракеты, ракеты... Ракеты бластер. Понеслась. Генератор помех. Торпеда. Хорошо. По нему убьем из ракетного залпа. Маневр делает. Генератор помех. От бластера не спас. Пускаем ракетный залп. Две ракеты. Генератор помех. Он просто три рандомные сделал. Три рандомные атаки. Здесь нет никакой тактики. Никакой тактики. Он, ракета уворачивается. Его торпедами так добить. Ладно. Знаком с правилами. Пойдем в мастерские. Взять торпедный аппарат. Пойти спать. С Сильвестром сейчас будем. Первым делом. Понеслась. Пустить торпеду. Ага. Чем он нас бил? Лазером? Ракетами. Противоракетный маневр. Он тоже торпеду кинул. Пустить торпеду. Генератор помех. Он просто. Мы ставим генератор помех. Помех. Да. Бластер прошел. Торпеда. Угу. Генератор помех. Да. Он в основном торпедой стреляет. Все-таки. Надеюсь. Но иногда нет. Повержен. Значит последний наверное будет ракетами нас сбить. Три стратегии. Три стратегии атаки и три защиты. Ты кажешь своей противенькой и помню тяготеет. Ты как бы. Понимаешь. Тяготеет. Но они тебя за три хода убивают. И если просто рандом мне дает три разных атаки. Торип. Мастерские. Что лазером мы его будем бить наверное. И от ракеты уворачиваться. Бластер. Бластер. Торпеда. Шарклоу как дам. Коммунинг с бластером. Щит поставил. Сами делаем генератор. Нет. Противо одна. Нет. Это был бластер. С торпеду. Все. Рип. А. Нет. Не рип. Прошла. Прошла торпеда. За недельку время я рел. Думаю можно пройти. Да. На рандомить. Противоракетный маневр. Бластером достал. Пустить торпеду. И ратор помех. Противоракетный. В прошлый раз он только ракетами стрелял. Сейчас ни разу. Что за интересные такие квесты там. Мастерские. Лазерный усилитель. Почти спать. Бластер. 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 С. Жаклоу кандама. Теловой щит. Торпеда. Огонь с бластера. Я вон щит поставил. И все. И все. Никогда не ставил он щит. Когда я бил у нас. Сталой щит. Вот сейчас отразил. Типа он с бластера стрелял. Огонь с бластера. И он тоже ставит щит. Сталой щит. Хорошо. Допустим торпеда. А сейчас на генератор помех поставил. Сталой щит. Хорошо. Ракетный зал. Три. Приятно. Ракетный зал. Три. Хорошо. Так. Значит. Когда мы бьем ракетами. Наверное. Или не бьем. Всегда помехи с торпедой. Но сейчас он бил лазером. Например. Мастерские. Кого мы там били торпедами. Сильвестера, да? Хойти спать. Ракетный зал. Торпеда бластер. Понеслась. Генератор помех. Ракет. Да, он ракетами же бьет. Он же бьет ракетами щит. Пустить торпеду. Угу. Противоракетный. Хорошо. Пустить торпеду. Противоракетный. Прекрасный майор. Пустить торпеду. Угу. Противоракетный. Выстрелы с бластера. Ракетный зал. Ракетный зал. Увернулись. Бластер. 0 хп. Хорошо. Мастерские. Тема наведения ракет. Последнего мы бластером так-то били. Да. Насколько я помню. А чем он бил? Тоже по-моему бластером. Силовой щит. Торпеда. Агониз бластера. Силовой щит. А он торпеды кидает. Агониз бластер. Генератора помех отключаем. Потому что кидают только торпеды. Угу. Агониз бластер. Ура. О, я да. Не успели вы под бешеный верево кликующих трибун покинуть арену, как откуда ни возьмись появился какой-то невмерно нахальный пеленг из переградилом дорогу. На головах муленов, что он заявил. Рад поздравить великого рейнджера Элис Моркс, выдающегося победой на галактическом чемпионате. А так не буду долго распространяться попусу. Давайте сразу к делу. Знаете ли вы, что помимо официальных спортсменных боев, на боевых роботах проводятся и подпольные сражения. И надо вам сказать, что в подпольных боях в тотализаторе крутится гораздо больше крупные деньги. Победителям подпольных боев получают существенные премии. Собственно, в этом и состоит мое предложение. Не хотите ли принять участие в этих боях? Нет, не хочу. Я полетел отсюда. Нет, спасибо, я навоевался. Хватит. Я же не прочитал, сколько мне дают. Полетели отсюда. Я, пожалуй, упался. Вот знаете, берем дронов наших, да? Где они? Сема Вакхар. Вакхар, вот она. В черную дру прыгать надо. Давно не прыгали. Торпедой манат? Да, только один из них постоянно ставит защиту от торпед. Я уже забыл, кто. Крогдан, по-моему. Что-то не появляются эти по поводу захвата в планет. Затем точнее, отвоевывать. Я бы поучаствовал на интерьерах. Так, исследовано, исследовано. Прекрасно. Нет, плохое. Они на меня хоть не нападают? Вот она. Вебы. Минус, конечно, что наш корпус не дает особо торговать, поэтому с планет сейчас прибыль будет небольшая. Самое главное микромодули, на самом деле. И тут их... Нет. Просто нет. 100 тысяч. Я не знаю, на что потратиться. Вроде мы все новое купили. Конечно, сейчас что-то есть лучшее, но не намного лучше, чтобы на него тратить. Хлеба-то сколько. Локализа... О, вот это хорошая штука. Локализатор сверной волны я люблю. Гранять много ценного оборудования врага при его ликвидации. Это прям надо. С доминаторами повоевать. Минералы. Мне нравится, что минералы написано «малаковские». Это, говорит, замороженный Малак. Так, отношение плохое. Да я на пиратской базе все продам. Идите вы со своим плохим отношением, товарищи фиолетовые феяни. Пиратская база, маточный агент. Приобрести программу. Кстати, неплохая так-то идея. А, ноды нужны, да? Ком. Ком. Аварийный сигнал. Вот, аварийный сигнал. Ой, как дорого стоит, 800. Аварийным сигналом с этих штормов, по-моему, можно выкинуть торпедный аппарат. Прям очень хорошая штука. Забирай, забирай за копейки. За копейки беру. Ничего у них нет. Все еще журнечует. Так, локализатор взрывной волны. А вместо чего? Типа. Обливенный коннектор, в принципе, менять. Он 10 всего весит. Когда будем воевать, будем менять. Дементор. Огромный кубик чемпиона галактика по битвам на боевых роботах. 8 весит, однако. Продажа. Продажа. Аминт какой? 14-17 на грани поломки. Здесь улучшить. Не, он весит много. Починить это. Починить это. Интеллектуал проф. Кубик чемпионата галактики по гиперпрыгающим плазмошашекам. Памятный приз выплавлен из шашек победителя. Закинем себе на планету. Надо отдельную планету сделать под эти, под кубки и прочее. А то у нас здесь в Наталате прям все забито ими. Всем разным. Кстати, а куда мы можем закинуть наши дроны? Сюда. Да. Выглядит неплохо. Атлан. Заодно на... Нам научный бат зададим. Всякие доминоторские штуки. Всякие доминоторские штуки. Так. 100. Ага. Ну в принципе... Сюда закидываем. У нас там 112 по-моему дрон. Так. Сюда. Да. Как раз. 121. Нос дрон. И тут у нас 122. Мы его закидываем сюда. На лист. Так. Надо бы уже, наверное, будет и настроить... Сигнализ. А то уже два месяца хочу пройти. Таким же громким взрывом тут падает на планетный метеорик. Да, да. Да. Разнообразие. Там тоже... Господи, с головы вылетел. Тематика будущего. Скайфай. Знаете, что еще для разнообразия? Ну, я даже не знаю. Зайдет, не зайдет. Носовские игры поиграть. Веселье ради. Так. Раз пару лет я к ним возвращаюсь. Сейчас все легко на эмуляторе. Так. Номинаторские исследования. Да. Лазероидный отдел. Ничего. Второн дала. Келероидный. Забирай. 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 Так. Ноды мы сдадим этим. Рейнджерам. У меня в детстве была... Да. Она же Дэнди. 16-битные я не трогал. Они тогда очень дорогие были. А вот 8-битные игры... Это прям мое все было. На талочку. Здесь у нас ценители пикселячьи. Классики. Марио на стриме. Спидрант за 4 минуты. Геймбой есть. Но геймбой я ничего не трогал. А кстати, вот... Моя вот эта пиратская... Ну, она не Дэнди там, я черт знаю, что это было. Она 20 лет работала. Приставка. Потом в гараже полежала. Лет 10. И перестала работать. И... Я не знаю, она есть где-то еще? Нет. Может, если найду какого-нибудь... Мастера-ламастера. Но когда я хотел... Искал. Я никого не нашел. Кто чинил бы их. Кто ими занимался. Танки. Танки это было... Это было круто, да. Те самые. Так. Тебе задание. Что сейчас дадите? Третье. А, доставить объект просто нет. Давайте полетаем. Найдем черную дыру. Сыграем аркад батл. На самом деле... Что мы можем купить? Сканер обновить. Двигатель. Давайте двигатель. Самый дорогой. Посмотрим. Может, он будет за 100 тысяч. Найти... Так. Покажи мне просто двигатель. Найти. Скорость. Не менее 700. Есть такие? 800 есть. А у меня сколько там, простите? 750 с апгрейдом. Человеческий. Очень дорогой движок, да? 800. Назад. 750. За 22 фаянский. Надежность. Право, не очень. Дальность 33 прыжка. У нас 36. Купить движок новый. Заапгрейдить на прыжок. А, вот фаянский. 51 весит. Давайте фаянский возьмем. Кишка. Система Альтаир. Помню, диск есть. Где-то игра про Симпсонов. Ничего, не понял, как играть. Одна из самых крутых игр, которая была. Картридж назывался Robocop 4. Robocop 4. На самом деле, это Shutterhand был. Очень качественная, скажем так. Из 8 биток. Где у нас Альтаир-то? Вот Альтаир. Так, полно было классов игрок. Контруем. Черный плащ. Чипы Дейлы. Черепашки-ниндзя первые. Тоже, как же я в нее залипал. Один из саундтреков в SS-ку не перекочевал? Нет, здесь нет из игр. Единственный, как бы, из других игр саундтрек, это из 3-го Robocop'а. Ремикс. Которые, типа, в SS-ке. Но SS-ка, как бы, ничего, это, конечно, ничего официального. Настолько официально, что, типа, этот саундтрек SS-ке. Может, самая натура SS-ке, скажем так, такая. На кой планете, простите, Кучина? А вы с Кучина. Adventure Island. Вторая у меня была. Тоже она была цветастая. Она была невероятно сложная. А, знаете какие? И Battletoads'ы вторые. И Double Dragons. Вот это прям... Она настолько яркая была для того времени. Это было классно. Я думаю, может, как-нибудь на стриме подрубить. Веселье ради. Разнообразие ради. Бак. Я не зря сюда пришел, да? Давайте сюда. В первых, бак. И движок. Господи, пеленки, что же вы делаете? 180. Радар, кстати, можно посмотреть. На 2000. Радар. Не менее 2000. Нет. Не менее 200. 2000, пожалуйста. Найти. 2100, 2100. 2400 есть, ну-ка. Опять же, все пеленцы. Все будет ломаться, но... Оно настолько, как бы, легкое, что я хочу. Да. Нишин. Планета. Атрия. Атрия. Влетели. Так, поменяем сразу. Движок. Меняем баг. Ага. Пью-пью. Здорово, ВТП. ВФТ. Кэтан. Знаете, что мне еще вспомнилось? Знаете, может быть, такая игра была. Эм... Господи. Одна из первых ПК... Из начала ПК, там, 90-х годов. Флэшбэк. Игра. Какая же она, сука, сложная будет. Какая же она была сложная. Давай, Белгастус. Пойду работать на ночную смену. Ух. Я со сменами закончу. На самом деле, ночные смены мне нравились. Мне восьми... Восьми... Восьмидневка. Пятидневка. Вообще не нравилось. Но смены... Проще для меня были. Если бы еще работа на сменах была попроще. Было бы замечательно. Так вот. Флэшбэк игра... Крайне качественный пикселяч был для того времени. И сюжет, и все. И вроде в четырнадцатом году ее сделали ремастер. С новым графованием. Вроде хорошие отзывы были. Я вот не знаю. Тоже как-нибудь потрогать надо будет на стриме. С тема Атри. А-три-я. Роби Атри. Вот она, Атри. Нормально, я не сплюну что-то. Попинаю вместо 6 часов. В сцене 6 меня зато не трогают. Ну да. У меня... Последняя работа просто там... Было слишком много работы. За 12-часовую смену. Так, смена это замечательно. Так. Гишлинг. Потом полетим к ученым. Все это заапгрейдим. И может появиться черная дыра все-таки. Где-то кроме моего локтя. Так. Попомню, что я тут хотел. Радар. Вот он, да. Нереопоточный радар. Взять. Upgrade. Сейчас на пеленгском оборудовании взлетаем. И корабль просто распадается на части. Блин, сколько халявы валяется в космосе. Никто не подбирает. Теперь. Научная база. Классные модельки, да. С душой сделаны, скажем так. Soulful. Да, спрайты. Давайте, и так. Ты вот играешь, все хорошо, и такой приходит. Спрайтер стг. Говорит, да вот. Я добавил тени. Я добавил то. Оно выглядит лучше, а ты просто. Да ты просто это. Наслаждаешься плохими спрайтами. И поменял тебе всю игру. Жизнь на станции. Ноды. Давай партию. Там где, блин, ракетное оружие плюс 10. Оно все хоть и меняется. Я бы ноды оставил, на самом деле, знаете, сейчас подкопил. На пиратские программы. Это бы ракетницы полутать. Торпедный аппарат, точнее. Да, вы все консервы, он новатор. Мне нужно просто доставать меня из моей консервы. Мне тут, мне тут прекрасно. Прекрасно живется, смотря на эти спрайтики. Так, оборудование. Улучшить. Корпус, кстати. За 71 штуку. 85 штук. Так, грабительские расценки. Я хочу сохраниться. Что за зонды? Вау. Я хочу такой зонт, наверное. Сколько? 20 штук? Давай. Очень хороший зонт. Улучшить оборудование. Бак. Лучшие спецы. Что у нас бак теперь? 62 единицы топлива. Так, гравитонный двигатель и нейропоточный аппарат. Теперь улучшаем. Улучшить. Гравитонный двигатель. Так, лучшие спецы на прыжок. Прыжок самое тут важное будет. Да, конечно. Теперь нейропоточный радар. Лучшие спецы. Окей. Что получили? 49. 49 прыжок. Как же он прыгает? И бака на этого хватает. И радар на... Радар на 3000. Просто всю систему будем видеть. Еще и зонт прекраснейший. Захват. 70 единиц и так неплохо. Вот. Генератор защиты можно так-то, наверное. Дрона у нас нет, да? А за чего дрона нет? Из-за артефактора? Да, дроид из-за артефактора. Ну ладно. Да ладно. А, у нас... У нас 2000 осталось кредитов. Так, где у вас тут задания берутся? Что-то я немного... Все потратил. Пеленги спасайте. Все, мы пеленги займем. И потом весь корабль отдадим. Так, что у меня... Ага. Эрмиттер сломался. Только улетел с научной базы без денег, как у меня артефакты. Давай ломаться. Нехорошо. Дать задание. Спецзадание. В курсе, что гальцы благодарят чистоту и терпеть не могут мусор. А, транспорт он уничтожить. Эээ... Нет, не хочу. Гугл. Так, где у нас в системе Акхара дали нам модуль. Хм. Акхара, простите. Где такая система-то? Неважно. Я в шедерку. Играл фростпанк? Да, играл. Ну как, я первую миссию прошел. Интересно, классно. А когда на второй миссии... Все, в принципе, то же самое началось. Я такой... Ну, в общем, не на сто процентов я игру прошел. Фростпанк два же занонсили, насколько помню. Я бы подруга. У меня очень понравилась атмосфера, стилистика. Так, где вот здесь черная дыра? Черная дыра. Вот она. Да, еще в 22-м году занонсили. А она не вышла. Знаете, что я хочу в следующем на стриме, кстати? А, так у нас уже Майн. На носу. Darkest Dungeon 2, как я понимаю, релизится. В мае. Я любитель. Я ценитель. Так что надо это. Силарис. Ой, Сигналис. Поиграть. И уже готовиться к темнейшим подземелям. Два. Геншин импакт когда? На миллион подписчиков. Сука, они же клип сделают, сохранят. Еще потом потомкам передадут, на всякий случай. Вдруг миллион подписчиков будет. Придется играть в Геншин импакт. Амонгас. Но 2D и пиксельник. Амонгас 3D будет, когда я... А вдруг получу себе этот... VR. Не будет такого, я отпусти. Так, а не надо, что их тут много. Блин, ракет, конечно, неплохие в гибель пространстве, но они так мало урон наносят. Ну, лучше, чем со всеми не попадать, правильно? Где вы там, гады? Тоже с ракетницей. Один из лучших для черных дыр, пушек, по-моему, одни из пиратских. Так как у меня пираты отключены, я так думаю, я их вообще-то не получу никак. Добавили куда-нибудь в лут пиратские вот эти приколюхи. Что мне не нравятся пираты не из-за их, как бы, кафоситров. А из-за того, что они системы мне ломают весь баланс. Так, еще один есть. Музыка черной дыры? Есть. А, тихо. На миллион пластиковых ты будешь обязательно делать это в пирсуите. К тому времени генетика и наука дойдет до такого уровня, что у нас будут реальные кашкадевки. Пусть саиты больше будут не нужны. Так, где еще один спрятался? Вот он. Готов. Все? Все? Ищи, да, есть. Тритон, ракетомент, жюпи. Железные жюпи. Вот и вот и клип. Здравствуй. Здравствуйте. Я тут, это... А, где я? А-а-а. Пошли, пожалуй, это лучше. Систему позащищаем. Сейчас там локализатор. Жюпи. Неплохая штука. 17 весят. Я могу и, наверное, идти полегче жюпей. 16, 19, ракетница. 16, 19... Нам пора, наверное, уже ракетница обновлять. Следующие 200 тысяч наберем. Что за анаконда? Где? А-а-а, так. Ммм. А, я последний, кто защищает систему от вот этих всех. Я пошел. Давайте сами справитесь. Я в Талат. То куда я в Талат? А я от вас уйду? А, не уйду, потому что я не хочу себе этот... А, у меня вообще все печально, да? Ха. А, здоровые эти... Есть здоровые... Корабли. Доминаторов. Так, окей. Что мы тут делаем? Где Адему? До свидания. Я пошел. Кто-то повоюете. Слушай, они воюют. И может, обратно мне стоит? Мне подчиниться бы для начала. Они уже отвоюют без меня. Теперь, наверное, текаранчик дойдет. Будешь киберу глипнуть. Замечательно. Прекрасно. Надо, чтобы киберкашка-девка от USB заряжалась, и все будет нормально. Так, сдать модули. А у меня их нет. Обманули. Продажи... 16-19. Мне максимальный урон. Блин, я это оставлю. Если его... Заапгрейдить, будет хорошо. Починились, полетели. Чего, технику подошел? Мне тогда пылесос тут пытались за 100 тысяч продать. Лет 10 назад. Это же этот у нас. Я забыл, как эта фирма пылесосов самых дорогих называется. Я говорю, если он по квартире не летает, и пиво из холодильника не приносит, зачем он мне такой? Так, мы воюем? Мы воюем. Давайте попробуем повоевать. Начало мелочи, да? Как же он ракетницами ракетничает? Это по мне торпеда, да? А от кого? Нет коммент. Виделось, как будет мне рулить на таковый С-13? Да, надо бы. А то он по мне торпедами стреляет. А я могу их сбить ракетами? Ладно, давайте в танчу пару торпед. Танчили, проверяем. А он все еще на меня? Нет, я не хочу с ним боевать сейчас. СМЕРШИ. А все, у нас закончили союзники, соратники. Пора валить отсюда, значит. Столько же сюда этих летела. Рейнджеров. Не прилетают, огребают и улетают. И просто спалмкемпят. Чат на границе. Литомая. Неожиданность планета этих... Гальцев. Стала для нас базой. Очень удобная система. Стоит прям по центру. Так, спецзадание. Что там? Убить корабль. Неинтересно. Починка. Ясно. Понятно. Починился. Жупе. Вставляем. Два ракетанга. А зачем мне два ракетанга, да? Когда можно... Малоцкий продаем, потому что он не будет с этими работать. Сортифакторами всякими. Так, а что у нас? Сортировать? Сортировать. Пятерик. Продать-то особо нечего. Квесты нужны. Либо... Подбить этих... Доминаторов и сдать на ночную базу. Тоже хороший вариант. Где мы их только подобьем? Ракабы. Макабры. Посмотрим, что там за война. Торговля. У меня корабль. Мою торговлю в ноль убирает. Ну и плюс, когда у тебя нет суммы на корабле, чтобы торговать. Это крайне печально. Потому что у нас куча места, но нет денег. О, я пособираю. Вы не против? Бозу рейнджеров убивают. Мне так не нравится, что у баз изначально нет никаких пушек защищаться. Так, товарищ. На Миноке. Ты уведомил? Мне кажется, ему ракет хватит, чат. Если они долетят до него, конечно. Они же долетят. Долетели. А я смогу, чат? Я же смогу. 20 тысяч. Зачем квесты делать? Просто один движок. Залутай и все. Да, с них падают прям очень хорошие. Дорогие. Он умеет... Я уже начал притягивать, и он у меня отобрал, простите. Они продолжают торжение. Но он у меня интересен. Я могу его отсюда уже атаковать, да? А-а-а, это я вовремя, чат, подошел сюда. Веселье начинается. О-о-о, 13 тысяч. Движок хочу. Сейчас мы былое величие быстро вернем. Плохла резня, получается. Сейчас просто сам Тирон влетает в стены. О, весело было. Так. Военных кораблей что-то маловато, хочу сказать. Я хочу улететь подальше из этого села. Хотя бы от этих товарищей. У нас же дрона нет. Лечиться. Тебе хватит? Следующий ход. Возможно, хватит. Бам. Готов. По такой областы. Блин, хорошая штука. Так, так. 126. Не за его идем. Так, а у следующего убиваем. Он у нас надамажен. К нему подлетаем, чтобы с него собрать штуки. Стреляем в следующего. Он еще живой. Что, новый ранг? Да, новый ранг. Интерком. Удалим. Копием. Собираем ноды и валим, я так понимаю. Имха 9. Чат. Вот это обидно оставлять. Нам нужен какой-нибудь захват уже на 130. Вот такие штуки поднимать. Давайте на планету починимся. Это что чинится? Меня же никто не бьет. Я лучше полутаюсь. Кроме вот этой торпеды меня никто не бьет. Стальпары. А давайте все уберем. Ноды, 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 ноды. Следующего ракета заряжаем. Я живой еще? Еще живой. Так, это лутаем, это 30. Эх, золоты есть. Набираем все, что есть. Так, стреляем следующего. Это лутатель. Пусть мне упало. Блин, нам больно так-то. Я на планету починись. О, сломали. Жаль. Так, и последний, да? Как же он воюет, чат? За всех. Это все, что с него упало. Так, ну ноды сейчас разберут явно. Полетели эти, попробуем взять. Нет, ноды оставили. Я хочу большие ноды. Сюда. Не хватает же у нас этого захвата. У нас здесь на 70. Ладно, мелочь собираем. Летим, сдаем. Смотрим, сколько выйдет и захват. Самый большой захват. Центр рейнджеров как раз здесь надо сдать. Это что у нас, спросите? Микромолот дуль магнику. Мощность захвата плюс 70 единиц? Мощность захвата плюс 70 единиц? А ты тут удачно хочу сказать. Я как раз хотел новый захват. У меня всего захват на 70 единиц. А он на все подходит? Или там какие-то ограничения есть? Да, на все. Пацан генерирует захватом поля, да? Это мне? Да. 10 тысяч починка, чат. Партию нодов. Забирай. Придел уль классная штука. Но только паянский для паянского двигателя. Дальность прыжка плюс 8. Так. И что мы тогда делаем? Я бы дрон еще оставил. Здесь. Да. Как раз большая планета. У нас сильный дрон. Так. Сюда, сюда. Вставляем. На научную базу сдаем доминаторский хлам. Повсюду война идет. Мощная база. Могли поближе ее пододвинуть. Все еще ни одного рейда не было. Военных баз. По освобождению систем. Так. Починить оборудование. Нет. Не улучшить. Чего убирать не буду. Починить корабль. Этифакт. Этифакт. Хорошая штука. Нам деньги. А это с магнику микромодуль. С этого упал с доминатора. Все. И почините мне полностью корабль. Вот. Воду 7 побоевали. Плюс 60 тысяч. Если удачно залатать. Так. Починка есть. Теперь мы себе берем захват. Размер объекта. Они были не менее 100. Есть такие? Есть. Да. Как раз последние. Самые сильные которые есть. Смотрим. 100. 150. 33. 100. 150. 22. Вот он лучше. Нет. Подожди. Вот он лучше. Его еще заапгрейдить. Система Атлан. Что у меня инут уже начинает шуметь. Надо бы закругляться ее кормить. Где Атлан у нас? Вот Атлан. Кстати. Вот эти крайне тяжелые пушки. Доминаторские. На непады. Их можно конечно продавать. Но их еще неплохо ставить на базы. То есть. Помогаешь. Вот эти центры рейнджеров. Научные центры. Можно на них ставить пушки. Дроиды и прочее. Если ты говоришь. Я хочу вам помочь. Что ты платишь немного. А потом туда можно. Сделать боевой корабль. Буквально из этого. По умолчанию у них пушек никаких нет. Победа. Где-то отвоевали что-то. Без меня. Три-две системы отвоевали без меня. Эх. Никогда не приглашают. Так. Система. А в медицинском центре. Там на какую-нибудь военную базу ставишь вообще торпедные аппараты. И там нормальная защита получается. Система. Так. Принять симулятор. Кстати. Что есть у вас? Так. Репутация снижает лидерство. А. Это понял. Забирать. Грабить. Отношение к пилоту улучшается. Ага. Давайте рога габамский шропот. Захват. Это он. Простите. Римитеровый захват. Он пропал. Он испарился. Захват. 100. Найти. Хм. Да. Пропал. Пока мы летели. Долго получается летели. Да. А4. Эти улучшенные уже. Я их не хочу улучшенные. Ну вот. Это 33. Система маккеркап. Это опять не слететь. Не. Подожди. Вот куда. Я из этой системы же и улетел. А то я просто в талон прыгну. Черную дыру и будь что будет. Может прям туда. Или опять к доминаторам. Самое сердце. Просто летать по дыре, чтобы музыку послушать. А не воевать. Биг Брэйн мув. А вот тут весело. У нас тут доминаторы. В системе так-то. Прилетел. Проверяй. Давай кон лев. А, без меня справились. Вот это хочу взять. 8 тысяч. Взял, блядь. Я забываю, как ракетницы работают. Так, отключить и лететь. Взял, блядь. Взял, блядь. Ну что можем, берем. Ничего не можем здесь. Все разнесли. Так, где у вас дыра? Сюда, 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 сюда. Я тут только полутаюсь для начала. Сволочи на военных разбивают все подряд, что пытаются лутать. Не достал до этих нодов. Ну ладно. Где дыра-то? А, это у нас этот был. Это у нас был киллер. Понял. Он и улетел. Вроде в гиперпространстве можно убить киллером. Теоретически. В начале игры. Но не получится. Я споюзил, конечно, на все эти, на лаверапы. Так, у вас где дыра? Нашел дыру. Что говорят? Новая победа. Все победы мимо меня. Как у нас вообще выглядит карта звездная? Ну, в принципе, более-менее. И без стенок киллера. На 100%-то. И на 500. Поехали. Ой, на дамаж. Бигбрейн. Нет дрона. Залетаешь в черную дыру, килишься этими поверапами. И уходишь. Какой он толстый. Их пять. Их пять, чат. Это явно киллочки нужно будет. Чуть урон до получаем. Четыре. Надеюсь, есть, по-моему, карты гиперпространства без скилок. Если я не ошибаюсь. Я ни одной здесь не видел. Давайте полетаем, посмотрим. Так, щит пригодится. По всей стороне, че-то. Попал. Нет, 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 не надо. Я застрял. Я застрял. Я застрял. Я сюда выйду. Выше. Вот эти шипы, они тебя притягивают. И дамажат. Все? Все. Пятерик. Пятерик. Пятерик у нас уже был. Артепактус. И где мы, простите? Практически. Практически. Марк Краб нужен. За захватом. Планета Лента. Плохое. А, нужно будет доплатить. Паянам. Просто так не продадут гадам. Не любит паяна. Бедного лесморка. Так, давайте растопить стену непонимания. 10 тысяч. Вам гадам доплачивать. О, мультирезонаторы уже появились. На него еще много весит. Захват. Сюда. Ставим на него штуку. И еще на мощность мы его улучшаем. И сможем поднимать вообще все в игре. Взял просто корабль доминатора и набор себе поднял. Зачем я эту штуку починил? Я хотел ее просто продать. Так, кайриметр это на что? Не, а, пятерик. Это на энергетическое оружие. Так, доминаторское, доминаторское. Это мы все потом сдадим... Ученым. Да. 80 нодов. Так, чат. Я думаю закругляться. Понедельник попробую подрубить. Посмотрим, как он с видосом все пойдет. Спасибо, кто был на стриме. Лесморк отчаливает. Пол четвертого утра. Ну, пол третьего. Патье, я еще не собираюсь. А вот отдохнуть можно. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok